Сегодня в ряды вооруженных сил страны ежегодно уходят десятки призывников из Великого Устюга. События, которые не обошлись стороной России, коснулись и устюжан. Многим из них пришлось принимать участие в боях на Северном Кавказе в республике Чечня. Некоторые не вернулись. Сегодня на митинг пришли родители матроса Сергея Боева, который погиб, участвуя в военных действиях. Идут они с высоко поднятой головой, потому что они воспитаны на подвиге наших дедов, которые в 1945 году отстояли нашу страну от невестко-фашистских захватчиков, на подвигах воинов-интернационалистов, которые в Афганистане, в Чечне, сейчас в Сирии защищают нас с вами от страшных последствий войны. Порядка 6000 фалакжан приняли участие в боевых действиях в чеченских компаниях. Больше сотни не вернулись домой. Рядовые солдаты и офицеры без страха шли в схватки с отрядами боевиков. И нынешнее поколение должно помнить об этом. Большое спасибо, что они ценой собственной жизни остановили это, не допустили распространения терроризма, бандформирований. Спасибо им большое. И наше молодое поколение, здесь очень много молодых ребят. Вы должны помнить тот подвиг, который совершили эти ребята. В воздухе витал запах пороха. Три выстрела в воздух и минута молчания в память о наших земляках. В память о всех тех, кто волею судьбы не вернулся домой, и тех, кого с нами нет рядом, участники митинга возложили цветы к мемориалу. Каждый год 11 декабря на площади Славы собирается все больше людей, которым не безразлично прошлое нашей Родины. Юрий Воронин, Максим Колосов. Новости провинции.